Мы начинаем с истории, которая взбудоражила всю Россию. Мы рассказывали вам, что приемные родители в Подмосковье сожгли тело якобы утонувшей в ванной дочери и несколько месяцев скрывали факт смерти ребенка. Сейчас мы будем в этой ситуации разбираться в озерах, где все это произошло. Работает наш корреспондент Виктория Лукашева. Вот она пытается поговорить с родственниками семьи. Вика, я тебя приветствую. Удалось тебе с родственниками пообщаться? Привет, Регина. Ну, здесь вот маленький городок, озера всего 25 тысяч населения. И, естественно, каких-то близких или дальних родственников здесь, в принципе, можно встретить. Ну, пожалуй, если не на каждой улице, то довольно много. Но сейчас они все не особо хотят общаться с журналистами. Конечно, людей можно понять. Ведь, во-первых, не хочется вообще верить во всю эту ситуацию, вспоминать ее. Ну, а во-вторых, конечно, так как они родственники тех родителей, которые сейчас задержаны по подозрению в убийстве своей приемной дочери, то, конечно, такой общественный гнев может в какой-то степени распространиться и на них. Вот я сейчас хочу показать, что мы находимся на той улице, где жила девочка Вероника. Вот здесь находится ее дом. И вот посмотрите, идут прямо семьями, идут с игрушками и с цветами, чтобы как-то вот просто показать свою сопричастность к этой трагедии. Вот уже такой мемориал, можно сказать, образовался из живых цветов и из игрушек, из траурных ленточек. Вот прямо у столба, обычного фонарного столба, который стоит у каждого дома. Ну, вот сейчас, конечно, это место здесь, в озерах, оно особенное, потому что именно оно, наверное, олицетворяет память. И, с одной стороны, с другой стороны, вот негодование людей, которые стали очевидцами той трагедии, которые живут здесь по соседству. Я в двух словах скажу, что по подозрению в убийстве собственной дочери подозреваются приемные родители. Сейчас они находятся, сейчас они задержаны, с ними работают следователи. Но дело в том, что перед тем, как их задержали, они разыграли вот целый такой фарс, целый спектакль. Якобы девочка просто пропала в какой-то момент из дому, к поискам подключились буквально, мало того, что всем городом, подключились даже из соседних городов. Но, естественно, поиски никак не давали результатов, потому что, как потом выяснилось, девочка погибла уже в апреле. Причем, по версии родителей, погибла она случайно, задохнулась, захлебнулась в ванной. И просто, чтобы скрыть, скажем так, свою такую оплошность, как родители, они решили сжечь тело девочки в костре. Конечно, это подняло общественный бунт, когда все это узнали. И вот сейчас рядом с нами находится соседка этой семьи, Татьяна Михайловна. Скажите, пожалуйста, вот по-разному характеризуют и Татьяну, и Романа, приемных родителей. Как вы можете характеризовать, что о них можете сказать? Ничего хорошего. Что они гуляли, что они пили во дворе, это ни с кем не общались. Он очень агрессивный был, сам этот отец этих детей. Вот. И просто не общались мы. Просто мы детей не видели даже. Хорошо, не видели, но, возможно, вы слышали, например, детские крики или крики ругающихся родителей. Это было. Ругались они. И дети крики. Ну, не то, что их там били, убивали. Просто как играли, видно. Детские крики слышали мы. Вот. Ну, а такого, чтобы, например, дети выходили, вот у них какие-то синяки были, либо вот нет. Нет, не видели, не видели, не знаем. Это говорить нельзя. Но трезвыми родители видели не часто, как я понимаю. Очень часто выпитые. Очень часто. Я даже не знаю, где они работали. Мы не знаем. И работали ли они. Вот чего. Непонятно. А скажите, пожалуйста, вот когда Вероника пропала в апреле, как-то спохватились соседи? Почему ее нет? Что-то родители, может, объясняли. Ну, как могут соседи спохватиться, когда не знают даже. Я даже не знала, что у них трое детей. Я не знала. То есть настолько скрытная семья была? Да, да, да. Никто. Ну, обычно, как ребенок пропал, бегают по соседям. Не знали ли вы, не видели ли. А это если она на улицу не выходила, чего же они будут бегать по соседям? Вот. Никто ничего не знал. А вроде как узнали. Ребенок в сад ходил. Неоприятный. Воспитатели сделали им замечание. Да, ну давайте я сейчас как раз по поводу детского сада и хочу рассказать. Дело в том, что побывали мы в двух детских садах, где училась маленькая Вероника. Правда, вот сказать, что она их посещала особо сложно, потому что вот в один детский сад она ходила, но потом родители оттуда ее забрали, потому что вот якобы как-то не подошел ей коллектив, маленькому ребенку. Хотя при этом все воспитатели говорят, что девочка очень жизнерадостная и со всеми она общалась хорошо. Ну а вот в другом детском саду, в который перевели девочку год назад, проучилась она всего 10 дней. И по каким-то причинам родители ее забрали. Сказали, что у нее плохо со здоровьем и теперь она будет учиться уже на дому. Ну когда вот в течение года воспитатели все-таки попытались как-то вызвать родителей и понять, что же происходит с ребенком, в апреле, именно в апреле я подчеркну, мама написала заявление, что пока девочка будет учиться на дому, но с первого сентября она снова выйдет в садик. Ну видимо на что-то рассчитывала мама, то ли до сентября они собирались скрыться из этого города, либо как-то дальше она планировала вот сочинять ту легенду о нездоровье девочки. Ну что говорят воспитатели? Конечно сейчас все в ужасном шоке, потому что это не только соседи, это вот именно воспитатели часто называют вторыми мамами, и конечно они были очень близки с этой девочкой и сейчас просто плачут. Дети-то это наше будущее, это наше счастье. Ради них мы в общем-то и живем на земле, ради своих детей. И когда вот совершаются такие поступки, это не передаваемо прямо. Ну я хочу еще сказать, что цинизм этого преступления состоит, конечно же, и в том, что родители сожгли тело своей приемной дочери, вот которую они воспитывали 6 лет, но к тому же еще они разыграли вот такую трагедию, и настолько цинично, пока весь город искал их дочку, они вот эту легенду о том, что девочка пропала, можно сказать, подпитывали до конца. Даже вот за несколько часов до задержания они твердили на своем, что Вероника ушла из дому, причем сама в этом виновата. Вик, у меня еще такой вопрос. Пока тело ребенка не нашли? Да, тело ребенка, как нам сообщил Следственный комитет, тело еще не найдено. Ну, во всяком случае, возможно, не все фрагменты тела найдены, потому что, как уже я говорила, возможно, что тело сожгли, а перед этим, ну, есть такая информация, пока она проверяется, еще не подтверждена, возможно, даже еще перед этим расчленили. При этом, еще раз подчеркну, что и родители, и бабушка девочки Вероники до последнего, фактически до момента задержания, всему городу рассказывали, что они ищут Веронику, и что пропала она якобы прямо у них, вот чуть ли не из-под носа, из дому. Она у нас очень любит музыку. Раз ее не взяли на праздник, она, когда сказали, что она не пойдет, она Паше говорит, раз, если вы меня не возьмете на праздник, у вас не будет праздника. Она такая мстительная девочка у нас. Вот она такой праздник всем устроила. Ну, и знаете, такая еще вот неприятная, можно сказать, информация, потому что буквально полтора месяца назад, то есть уже когда Вероники не было в живых, когда уже родители сожгли ее тело, при этом они продолжали вести абсолютно стандартный для себя образ жизни. И полтора месяца назад они даже открыли свой небольшой бизнес. На местном рынке у них появился такой киоск с фастфудом. И, естественно, на это во всем городе тоже сейчас обращают внимание, что фактически они как многодетная семья, вот у них трое детей, они получали деньги, и уже когда они, ну, то ли убили Веронику, пока это нельзя точно сказать, то ли фактически, во всяком случае, сожгли тело девочке, они на деньги, которые получали от государства, еще и открыли бизнес. По ним вот вообще ничего не скажешь. Ходили спокойно, работали, труженьки. Вот со стороны труженьки, как близко я с ними не общалась, я не могу ничего сказать. Ну, еще раз тоже хочу сказать по поводу того, что семья жила очень скрытно, поэтому иногда те люди даже, которые вот часто здоровались с ними, сказать достоверно вот что-то об этой супружеской паре, хорошая она или плохая, скажем так, не могли. Ну, все детали, конечно, установят следствие. И самый главный вопрос, все-таки Вероника была убита родителями, или это была вот такая смерть по неосторожности, и супругов можно обвинить в том, что они сожгли тело своей погибшей дочери. Регина, тебе слово. Спасибо. У меня, конечно, вообще еще много вопросов остается лично в этой истории. Во-первых, их характеризует эту семью по-разному. Одни говорят алкоголики, другие говорят труженики. Во-вторых, что они сказали своим оставшимся двум детям? Куда делась их сестра? Ну и в-третьих, конечно, почему они решили тело сжечь, и, может быть, что их на это сподвигло? Сейчас мы как раз это и обсудим с нашим следующим экспертом. Тебе большое спасибо. Будем ждать от тебя новой информации. Это была моя коллега Виктория Лукашева. Так вот, как получилось так, что родители почти полгода скрывали исчезновение дочери? И почему никто не заметил этого? У нашего эксперта-врача-психиатра спросим Александра Федоровича. Александр Михайлович, я вас приветствую. Вот видите, какая ситуация. Вопросов, конечно, много, но в первую очередь, да, у родителей погиб ребенок, пока не доказано, что они его убили, и они сжигают тело и скрывают это. Что могло вообще их на такое поведение сподвигнуть? Есть какие-то этому объяснения научные? Ну, мы можем лишь догадываться о мотивах и о том, как это все происходило, но у нас есть основания предполагать, что пара, коль скоро о них существуют противоречивые представления, вот, есть основания полагать, что пара была не очень здорова. И здесь вопрос даже не в том, что они сделали и как это произошло, а вопрос в том, как этот ребенок попал в такую семью, и почему не осуществлялся контроль теми организациями за тем, что происходит с ребенком, которые должны были этот контроль осуществлять. Вопрос о том, каковы эти люди, я думаю, будет, скажем так, задан экспертом, который будет проводить психолого-психиатрическую экспертизу, в том числе и детей из этой семьи. А вот как получилось так, что в течение полугода ни у кого не возникло вопроса о том, что происходит, как этот ребенок в приемной семье находится, как он себя чувствует, просто им выдавали деньги, и все было хорошо. И просто было разное о них мнение, представление, и все было хорошо. И если бы они об этом не заявили сами, у нас есть повод полагать, что это длилось бы еще месяц и еще год, и, возможно, и так осталось бы неоткрытым, если бы что-то не побудило их к обсуждению этого вопроса. Ну вот, видите, их побудило не к обсуждению, они решили, видимо, себя как-то оправдать. Они же сказали о том, что, заявили в полицию о том, что ребенок наш пропал, нужно его искать и так далее. То есть они от себя, ну, в любом случае, вину каким-то образом пытались отвести. Если не в убийстве, то, по крайней мере, в сокрытии факта смерти. Они вели себя крайне непоследовательно, понимаете? Вот что, о чем это может говорить? Что-то их заставило, потом признаться. Как минимум, это говорит о том, что они психически неуравновешенные, они нестабильны. У них возникают все время разные идеи, они их все время заявляют. И совсем не факт, что было именно так, как они рассказывают. Но это действительно признаки какой-то уже болезни или просто психического некого расстройства? Как минимум, мы говорим о том, что это не здоровье. Потому что вопрос диагностики и, скажем так, верификации их действий – это вопрос, на который будут отвечать уже эксперты, непосредственно работающие с ними. Не только следователи и не только следственные действия, но и непосредственно врачи, психиатры и психологи. Именно им предстоит разобраться в ситуации и, возможно, сыграть основную роль в понимании того, что же произошло на самом деле. У меня к вам еще один вопрос. Вот смотрите, раз они тело все-таки решили сжечь, да? Вот уже к этому моменту с вами перейдем. Это значит, что они могли скрывать что-то? Например, факт удушения, синяки там, побои, что-то еще? Любые действия по уничтожению тела, любые утопления, захоронения, сожжения, они, естественно, преследуют ровно одну цель – это помешать установлению истины. А вот каковы были мотивы в данной ситуации, почему и как, я думаю, что вопросов на сегодняшний день значительно больше, чем ответов. Да, вам большое спасибо, Александр Михайлович, с врачом-психиатром Александром Федоровичем. Мы обсудили шокирующую историю, которая произошла в Московской области. Я напомню, что там приемных родителей подозревают в убийстве собственной дочери. И мы продолжим обсуждать эту историю, поскольку здесь такой момент у нас случился. Да, многие говорят о том, что в связи с трагедией с приемной девочкой в Подмосковье мы обратили внимание на такой момент. Сейчас государство делает все для того, чтобы обеспечить семьи, которые готовы к усыновлению. Приемным родителям выплачивают пособия, компенсируют расходы на коммунальные услуги. Детей усыновляют, бывает, только для того, чтобы поправить свое материальное положение. Поэтому родители в этом случае относятся к усыновленным детям как к средству заработка. Но о любви и заботе тут речи даже не идет. Вот несколько не менее ужасных историй. Меньше недели назад в Петербурге мужчина, который усыновил шестерых детей от 8 до 15 лет, признался, что насиловал своих сыновей. Предприниматель Георгий Томашевич на первый взгляд идеальный приемный отец. Обеспеченный семьянин с трехэтажным коттеджем Ленинградской области. Но жизнь мальчиков, которые оказались в его доме, была настоящим кошмаром. На бизнесмена завели уголовное дело, ведется расследование. Сейчас он ждет суда. Детей вернули обратно в детский дом. А вот другой случай. Он произошел меньше года назад в Калининграде. Там в одну из больниц города привезли 9-летнего мальчика с сильным обморожением и травмами. У маленького Жени из приемной семьи было множество синяков. Сломан нос, а сам он истощен. Ребенок даже не мог ходить. Опекуном Жени был бывший педагог. Как оказалось, ребенка регулярно избивали. По мнению приемной матери, он вел себя неадекватно. Кроме того, его не кормили, несмотря на то, что опекунам выделяли деньги. На то, чтобы полностью выздороветь после такой жизни в семье, у ребенка ушло больше трех месяцев. Саму женщину лишили родительских прав. На нее завели уголовное дело. Похожая ситуация произошла в мае уже в Подмосковье. Органы опеки забрали из приемной семьи трехлетнего мальчика после анонимных жалоб. У ребенка врачи обнаружили ушибы и даже надорванное ухо. Семейная пара взяла малыша из детского дома в октябре прошлого года. А через четыре месяца эти же люди оформили опеку над еще одним ребенком, которого теперь тоже забрали. Анна Заброда, Александра Островская, Life. Так вот, как определить, в какой приемной семье ребенку действительно будут любить и заботиться о нем? Узнаем члены общественной палаты Юлии Зимовой. Юлия Константиновна, я вас приветствую. Ну вот видите, какая ситуация. У нас тут несколько раз уже в течение нашего эфира звучала мысль о том, что те самые родители из Подмосковья, которые сожгли тело приемной дочери, они очень долго скрывали факт смерти, потому что они получают пособие на ребенка и за счет этого могут жить. Вот как вообще получается, что в такие семьи отдают детей на усыновление? Здравствуйте. Ну, смотрите, дело в том, что вообще сейчас у нас в семье на самом деле проходит подготовку. У нас обязательно подготовка, обязательно школа приемных родителей. И очень большое число семей отказываются от мысли взять ребенка еще до того, как эту школу заканчивают, еще до того, как этого ребенка берут. Потому что понимают сложность, дети непростые, как правило, дети с поломанной судьбой, часто это покалеченная психика и так далее. Ну, собственно, получается так, есть определенный ряд мер, который принимает сейчас государство для того, чтобы это все не происходило. Есть школа приемных родителей, есть услуги по сопровождению. Они есть не везде, но они есть. Это государственные учреждения, некоммерческие организации. Если вам сложно, то любая семья может совершенно бесплатно эти услуги получать, в том числе где-то это возможно даже дистанционно. Но вот как определить окончательно, мы же не знаем, вдруг там эти родители стояли когда-то на учете. На каком-то их с него сняли, но вот справок соответствующих не было и так далее. Но ведь ходят же проверяющие в семье. Они же ходят. Как могли не заметить, что происходит? Ходят, да. Они должны ходить раз в три месяца. Так как я так сказала, что девочка уже несколько лет проживала в семье, я думаю, что просто уже не так часто они ходили, потому что, скорее всего, до этого ходили чаще. Но по закону должны ходить раз в два или три месяца. Да нет, ходить-то они ходили, но, видите, не заметили, какая ситуация в семье. Не увидели. Может быть, это чисто уже формально они ходят? Если 4 месяца ребенка не видели, они, значит, в этом интервале что, не приходили? А получается, вот у нас есть информация, что как раз вот-вот накануне должны были прийти вот эти проверяющие, и тогда родители заявили о том, что девочка пропала. Вот они решили так поступить. Ну, значит, да. Значит, ходили. Значит, просто вот в этом интервале это произошло. Да, вам спасибо, Юлия Константиновна. Кто и как определяет, готова ли семья усыновить ребенка, мы обсудили с членом общественной палаты России Юлией Зимовой. Субтитры создавал DimaTorzok